Последнее время все чаще в разных регионах России проводят онлайн-встречи с известными людьми нашего времени. Так Межпоселенческая библиотека Ленинского района предложила своим читателям принять участие в телемасте с популярной писательницей Екатериной Вильмонт. На связи были города нашей большой страны. Все вели с Екатериной Николаевной живое общение и задавали интересующие вопросы, на которые, в свою очередь, она подробно отвечала. Отзыв. Вы имеете в виду отзыв в критике или вообще так? Понимаете, в критике меня практически не замечают. Так вот, одна моя приятельница, живущая в Израиле, она сказала, ты, вы-то писатель сказочный. Вот мне показалось, что это очень точное мое определение. Творческий путь литератора Екатерина Вильмонт начала в 50 лет. Причина была простой, ей захотелось популярности. Ее первый роман «Путешествие оптимистки» или «Все бабы дуры» был издан в 1995 году. Дебют удался. Это очень легкое чтение, действительно помогает отличься от каких-то жизненных неурядиц и проблем, которые, конечно, в жизни каждого человека присутствуют. И окунуться в какое-то такое безоблачное пространство, когда можно просто ни о чем не думать, расслабиться и получать удовольствие. По книгам Екатерины Вильмонт сняты четыре сериала «Я тебя люблю», «Три полуградца», «Счастье по рецепту» и «Любовь слепа». В творческой копилке романистки находятся более 30 романов и 40 рассказов и повестей. А в скором времени будет издана еще одна книга. «Разоваться будет «Дама из сугроба». Там есть «Дама» и есть «Судрова». Благодаря чувству юмора Екатерины Николаевны телемост получился очень веселым и насыщенным. Действительно интересные писатели, действительно наши читатели хотят такие мероприятия. Поэтому я думаю, что и впредь мы будем дальше развивать эту тему. Не случайно многие читатели называют ее книги «Вильмонтой терапией». Ведь каждое ее произведение наполнено юмором, иронией, оптимизмом и душевностью. Творчество Екатерины Вильмонт – это погружение в мир доброй сказки, которой так не хватает в обычной жизни. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.